Перед нами Хонда Масанобу из Сёгуна в образе Касиги Ябусиге. Масанобу жил в бурную эпоху Сен-Гоку, ознаменованную борьбой самураев за власть, каждый из которых стремился стать шагуном в условиях крайнего насилия и беспорядка. Среди хаоса и разрушения Хонда Масанобу, вовсе не выдающийся Дайме, заключил союз с Токугава Йесу, став одним из его наиболее близких друзей и вассалов, часто общаясь на секретном коде, чтобы их беседы оставались в тайне для окружающих. Однако их отношения не всегда были дружескими, иногда они даже возникали войны против друг друга. Эпоха Сен-Гоку – время войтельных полководцев и ментальных игр, связанных с интригами, предательствами, созданием союзов и уничтожением врагов. Это была жестокая игра в психологические манипуляции и конфликты. В смятении Масанобу стал значимой фигурой, добравшись до верхних эшелонов власти в Японии. Вот его история. Хонда Масанобу родился в 1538 году, был вторым сыном Хонды Тоши. Отец Масанобу был вассалом Мацудайры, отец Токугавы Иаясу, когда Мацудайра Матаясу, но буду называть его Иаясу Токугава. Масанобу был в семье самураев, когда еще был мальчиком. Его господин Мацудайра Хиратада был убит одним из своих людей. Неизвестно, что стало светвью клана Хонда Масанобу спустя это, но в раннем возрасте, 20 лет, присоединился к Ика-Икки. Эта группа была последователями Цзёдо Синсю, также известного как Синбуддизм, основанного японским монахом Шимраном. Оппозиция своим даме и самурайским господам. Ики преимущественно состояли из монахов-воинов, но были и ранин, местные лорды, и последовавшие за сектой крестьяне. Благодаря развитию оружия, движение Ика-Икки стало сильной угрозой для власти. Крестьяне и торговцы могли стать мобильными канонирами, усиливая силу движения. Такугава Иеясу, пытаясь восстановить свой клан после убийства его отца его слугами. Он укреплял его, награждая его главных генералов замками в Микаве, включая Окуботайда, генерала-самурая, и Исикаву, Кадзумасу, детского друга Иеясу, и знаменитого воина Ихаторихандзо, знаменитого самурая и главу ниндзя-секты, среди прочих. Однако провинция Микава была центром движения Икко-Ики, где крестьяне унились с монахами и отвергли феодальный порядок. Отношения между самураями и воинами-монахами нарастали. Икки противостоял налогам самураев на храмы. Иеясу начал нападение на их храм в Хонсё-дзи, но был проигран. Понимая угрозу от войска монахов, он решил сосредоточить силы, уничтожить их. Это привело к битве при Адзуки-Дзаке в 1564 году. Хондо Масанобу, род которого служил семье Иеясу-поколение, стал союзником Икко-Ики, полностью отдав себя восстанию, воплотив их взгляд и образ жизни в феодальной Японии. Битва была весьма жестокой. Икки-Дзаку лично сражался, ему было 26 лет. С другой стороны был Токугава Иеясу, ему было около 21 года. Иеясу лично вел войска в бой, встречался с врагом и вступал в рукопашный бой. Смотря на подобстрел и ранения, он продолжил сражаться. Считается, что Масанобу получил травму ноги, что положило конец его дням война. А его противник Иеясу становился известным неутомимым военачальником. Войска Иеясу победила в битве, и его бесстрашие убедило многих изменников последовать за ним. Впрочем, после битвы Масанобу бежал и искал прибежище у Мацунаги Хисахиде, даймё провинции Ямато. Хисахиде представлен как сморщенный и заговорщицкий старик, но в молодости он был совсем другим. Высоким, красивым и образованным храбрым воином. Во время пребывания Масанобу с Хисахиде, тот увидел сходство между собой и молодым Масанобу, сказав «В Токугава много храбрых воинов, но Масанобу не сильный, не слабый, не робкий. Он не кажется обычным человеком». После расставания с Хисахиде, Масанобу отправился в путешествие по Японии. Расширяя своё видение мира и оттачивая навыки распознавания людей и анализа их слов. Тадайя Акуба протянул руку помощи Масанобу в это время, приветствовал и заботился о семье Масанобу. В 1569 году Тадайя стал посредником между Масанобу и Иеесу, признав талант Масанобу и его потенциал. Иеесу позволил ему вернуться в свои услуги. В это время 32-летнему Масанобу предстояло душевное примирение с Иеесу. Тогда Ода Набунага был самым могущественным даймя в Японии. В 1573 году его войска, сила Ода, разгромили армию Сигуна и уничтожили власть Осикаго. Сигун был изгнан, закончился Сигуна-то-Сикаго. Набунага фактически властвовал в Японии. Однако в 1582-м Набунага и его старший сын и наследник Набутада погибли в инциденте на Хонадзи. Это вызвало кризис наследования в клане Ода. Все наследники Набунаги и его генералы стремились взять его место. Примечательно, что самурайский генерал Тойотоми Хидеоси отомстил за своего падшего господина, убив Акэти Митсухиде, который предал Набунагу на Хонадзи. Хидеоси взял на себя роль наследника Набунаги, став регентом для внука Набунаги малолетнего Ода Хиденобу. Второй сын Набунаги, Ода Набукатсу, был приглашен Хидеоси в замок Осаки, чтобы уважать его, меняя их роли. Набукатсу не пришел, расправившись со своими слугами, которых он подозревал в дезертирстве. Эти поступки дали Хидеоси основание атаковать Набукатсу. В результате Набукатсу искал поддержки у Токугава и Эйесу, что повлекло компанию Камаки, где сражался Масанабу. Сражения продолжались, но ничего не принесли. Силы остались равными. Хидеоси и Эйесу и Эйесу. В конце концов, Хидеоси заключил мир, сохранив свой статус самого могущественного даймё во всей Японии. Масанабу успешно переговаривал и привлекал нескольких даймё в службу клану Токугава. Он демонстрировал свои управленческие способности, стал бюрократом и был высоко оценён Эйесу. Родственником Масанабу был знаменитый самурай Хонда Тадакатсу, запомнившийся как воин, превосхождённый насмерть, потому что он не был ранен в бою. Однако солдаты смеялись над Масанабу за спиной, назвав его человеком с гнилыми кишками по сравнению с Тадакатсу. Тем не менее, Эйесу помнил о молодой отваге Масанабу и ценил его способности бюрократа. Эйесу и Масанабу наладили отношения на основе взаимопонимания в социальной обстановке, относящейся к переговорам или политике. Когда Эйесу обращался с просьбой, Масанабу притворялся спящим или был совершенно равнодушен. Но если бы он согласился, то похвалил бы его во всех отношениях. Интеллект Масанабу и его способность скрывать намерения своего учителя снискали ему восхищение со стороны Эйесу и его окружения. Когда Масанабу притворялся спящим, Иэйесу часто менял свое мнение, ценя решение Масанабу и размышляя, что два бывшие врага подружились и доверили друг другу, даже во время предательства, интриг и войны. Масанабу был так хорош в переговорах и стратегии, что некоторые называли его мозгом Иэйесу, и эта пара заработала репутацию благодаря мудрости и тактике. Тойотоми Хидейоси, канцлер и самый могущественный человек в Японии, умер в 1598-м, создав вакуум власти, аналогичный тому, что возник после смерти Оды Нобунаги. На смертном одре Хидейоси создал правительство регентов, Совет Пяти Старейшин, для преемственности власти в руках его наследника Хидеюри, которому только пять лет. За смертью Хидейоси был отдан приказ войскам в Корее вернуться в Японию. Но истребление Хидейоси и его семьи сделало клан уязвимым. Растущая мощь Токугавы и Эйясу начала тревожить оставшихся в Совете Старейшин. В его преданности правительству Тойотами они были неуверены. После ухода Хидейоси образовались два лагеря. Один под руководством Токугавы и Эйясу, а другой, сцентрированный вокруг сторонников клана Тойотоми, возглавлял Исида Митсунари. Смерть уважаемого члена Совета, Маэдэтоси, еще больше усугубило ситуацию. Токугава и Эйясу использовал возможность и завербовал членов клана Тойотоми, извлекая выгоду из их ослабленного положения в связи с отсутствием взрослых мужских наследников. Митсунари, преданный Тойотоми, использовал хаос для создания оппозиции Иэйясу. Митсунари собрал приданных Тойотоми, включая воина Атани Юсисугу, Маситу Нагамори, бывшего дипломата, ион Кокодзи Экея, монаха и потомка Токеда. Они стали западной армией, пригласив Мори Тэрумото, главу клана Мори, командовать из Осака замка. Между тем, множество даймо присоединились к Иэйясу и сформировали восточную армию. Масанобу был среди этих даймо. Это в конечном итоге привело к битве при Секи Гахаре в 1600 году. Сын Иэйясу, Хидетада, командовал группой самураев при поддержке Масанобу. Тем не менее, силы Хидетады были затруднены, пытаясь... Несмотря на прямой приказ отца, осада замка Уэда Санеда Масаюки, форсировка Токугава, насчитывая 38 тысяч, была подавляющим преимуществом, но над двумя тысячами сил Санеды не смогли схватить защищенную позицию, вынудившей Масанобу и сына Иэя, с Сухидетаду, опоздать на главную битву. Тем не менее, войска Иэйясу победили, а западная армия под командованием Исиды Митсунари была разгромлена, их лидеры были казнены. Говорят, Хонда Масанобу вступил в переговоры с императорским двором в 1601 году, чтобы назначить Токугава Иэйясу с Сюгуном. Благодаря его усилиям, Токугава Иэйясу стал Сюгуном, открывая новый период в истории Японии. Казалось, что все враждебные Даймия и Иэйясу либо стали союзниками, либо умерли. Для его правления оставалась одна угроза, и это был сын его старого союзника, Тойотуми Хидеоси, по имени Тойотуми Хидеори. Под влиянием желания своей матери Йододона вернуть клану Тойотами былую славу, Хидеори заручился поддержкой многочисленных самураев, выступавших против Иэйясу, утверждая свои притязания на законного правителя Японии. Несмотря на то, что Иэйясу приказал Хидеори покинуть замок Осака, его обитатели проигнорировали приказ и собрали самураев, чтобы они собрались в его стенах. В 1614 году Иэйясу начал осаду замка Осака, чтобы подавить сопротивление Хидеори и устранить угрозу его правлению. Хонда Масанобу также принял участие в осаде, командуя своими войсками для поддержки Сюгуната. В конце концов, во второй половине 1615 года замок Осаки пал под осадой. Замок подвергся пушечному обстрелу и был охвачен пламенем. Тойо Томи Хидеори, чей отец когда-то был самым влиятельным человеком в Японии, совершил сепуку вместе со своей матерью Йододона. Затем их поглотил ад Осака. Тел нашли, не нашли. Закончилась ветвь Тойотами. Смертью исчезли угрозы Токугава над Японией. После успеха в Японии здоровье Иэйсу стало портиться. Во время кампании против Тойотами он получил ранение. 1 июня 1616 года умер Токугава Иэйсу, передав шагунат потомкам. Близкий друг Иэйсу Масанабу последовал за ним, прожив до 79. Он вспоминается как верный сподвижник Иэйсу, мыслитель и переговорщик. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте поставить лайк.